Окропили! 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 Всім доброго дня! Вітаю вас зі святом Преображення Господнього! Яблучним спасом! Щастя, радості, благополуччя! Всього вам найкращого, світлого, чистого, доброго у вашій сім'ї, у вашій душі! Свято Преображення Господнього названо в честь того, що Ісус Христос з'явився свім апостолом. На горі Фавор преобразився. Якоби засвітило лице його сяєвом, а одежа його білим кольором. З цього і пішла назва Преображення Господнього. А святкують його з початку 4 століття. Святому пас і другі християни. На території греко-католицького храму Миколая Чудотворця. Де є такий священник, отец Василь Пантелюк. Хто бачив фільм, хто бачив фільм, хто бачив фільм с Петром Мамоновым «Остров», так вот это для мене наш священник, отец Василь, именно такой. Самый добрый, самый светлый, самый чистый, который видит всех нас, кажется, насквозь. Я ще знала такого одного отця Вороновського зі Львова з церкви, архистратега Михаила. Но его уже, к сожалению, нет в живых. К нашему священнику приезжают люди со всего мира, кто знает его. Он очень энергетически сильный и помогает всем. Поэтому церковь считается очень энергетически сильным и мощным местом. Она находится на улице Кабардинская 5. Это греко-католический храм, куда мы, по возможности, стараемся ходить по воскресеньям, по праздникам. С праздником вас, дорогие зрители! С вам самого лучшего, доброго, чистого, светлого в жизни! Пусть этот день преображения Господнего преобразит ваши жизни, ваши судьбы, вас. Такая красивая территория храма. Храму примерно 4 года. Построен он только из дерева, без единого гвоздя. Такой красивый деревянный храм, такая территория. Здесь на территории еще находится каритас. Это помощь малым мужским, переселенцам. Вот Макс уже не выдерживает. Яблочки наши. Несем домой. Передай всем привет и с праздником! С праздником! С праздником! Для детей. Такая большая территория. Здесь находится каритас. Большой центр. Возвращаемся с Максимом домой из церкви. Купили тортик. Сейчас к нам придут гости. В честь праздника. Максим. Максима вышиванка, покажи. Вышивала прабабушка Мария. Ее уже нет в живых. А мне моя бабушка Оксана. Она тоже уже умерла 4 года назад. А вышиванке моей 25 лет. То есть бабушка вышила ее, когда я была в 9 классе. Ручная работа. Память на всю жизнь. Вечная память моей бабушке, которая была мамой моей. Мамы всегда интересовалась, носит ли Леся вышиванку. Вот настало такое время, что это стало модно, популярно. Вышиванка актуальна во все времена для нас, украинцев. Это наша европейская площадь. Вот такая. У нас такие красивые клумбы. Розочки растут. Красота. Для Максима главный момент. Сладости, да? Уроки сделал. Домашние исполнил. Учитель доволен. Да, Ринат Владимировна? Да. А здесь лопатка для турки. Мы вышли с Аленкой на Комсомольский остров. Тут у нас такая пони. Я не думаю, что пони. Это, наверное, жеребята. Да куда они? Жеребята маленькие, они не будут такие упитанные. Да не будут с тобой нрать. А куда ты головы свинешь? Так какой-то особый вид. Пойдем, пойдем, пойдем. Хватит, уже задушился. Собака девочка или мальчик? Мальчик. Мальчик. Поцелуемся. Ой. Мальчик. Да нет, у животных они же договорятся. Не надо же с лошадьми. Вряд ли так, чтобы укусила. Остров Монастырский остров, который мы показывали. Монастырский остров считается одним из семи самых сильных энергетических мест в мире. В мире? В мире? Говорят, что на наших островах где-то здесь был Андрей первозванный даже. Вот мы туда доходили до конца, но забыли заснуть. До конца острова. Сейчас уже возвращаемся домой. А есть начало. Через мост там очень красиво. Через мост мы уже ходили. А, ходили. Какие на дереве глазки? Ну так, кстати, никто его не... Ну так и есть, это же глазки. Потому что там... Ну это природное. Да, вообще потрясающе, только увидела. А вот видишь, не один. Да, их много. Да, такая фактура дерева. И там тоже, там тоже есть. Очень интересно. И здесь такое дерево, видишь? Это, наверное, неспроста. Такое энергетически заряженное место. Ну это не береза. Ну точно нет. Вот как зрители думают, береза это или нет? Если кто знает, мой вариант нет. Но утверждать не буду. А знаешь, как здесь вот на этом месте, вон там на острове, обряды венчания проводят, там красивые фотосессии, выездные. У меня же тоже была фотосессия именно на этом острове. У тебя была фотосессия на этом острове? Нет, не была. Значит надо, чтоб была. Да, надо чтоб была. Вот, да. В отопсе. Вот там, в конце острова иногда нудисты загорают. В таком русалочем стиле надо лезть. Ну конечно. В таком адаптированном. Ага. Кстати, я еще в этом году ни разу не загорала. Надо пойти на остров. Там пляж. Там будет скоро пляж. Мы сейчас покажем. Вот. Этот остров привлекает творческих людей. Вот. Кстати говоря. Потому что они чувствуют какая тут энергетика. Ну и не смейтесь конечно, но сумасшедших людей тут тоже много. Это их тоже привлекает. Но наверное да. Потому что наверное это не проявленная творческая энергия. Ну есть у меня опять же версия на это дело. Все мы слегка сумасшедшие. Но зато да, Леся расслабляет. Да так? Здесь энергетически чувствуешь прилив. Ну отлив плохого, прилив хороший. Ну так и должен. Надеюсь. Сегодня праздник такой большой. Да. Тем более хорошо. Поэтому? Леся. Вот видите какая красивая. Бушеванка. Да я как утром вошла в образ. Так еще и не выходила. Понимаешь? Леся у нас под закат. Прям цвета заката. Я вот смотрю. Она когда бабушка вышивала мне. С этого ракурса сейчас это мы тебе покажем. О! Видите как мне волосы отливают золотом. Прям таким полнышком. Да. Вот очень, очень эффектно. Так что я золотая. Кто не знал. Кто спорил. Чтоб знали. Что-то такое на пляже. Какой-то бигборд непонятный. Как говорится у нас так какую-то инициативу запровадить. Так обязательно. И девушку с попой видишь. Какой-нибудь не хочется ругаться и говорить что. Ага. Ну зачем вот. Вот зачем. Ну зачем так. Красивая природа. И тут такие неприродные кулеры. Да. Это наш монастырский пляж. Где все ходят загорать. То есть пляж монастырского острова. Да. Вот здесь есть дорожка деревянная. Чтоб не по песке. Видите с коляской люди можно проехать. К речке. Кто-то фотографируется. Такой красивый-красивый закат. А там люди играют волейбул. Да. Тут занимается спортом. Ну да, да. Да. Нет. Тут не хорошо. Вот такая деревянная дорожка к речке. Тишина. Вон там раздевалки есть. Есть души. Здесь среди пляжа построили такую большую. Красную. Общую. Раздевалку. Да. Но никто не знает ее назначение. Тут все ходят и говорят да. Что это за раздевалка такая. Общая и большая. И такого огромного размера. И все ходят. И вот так среди пляжа. Вот там он душ мог принимать. И к чему-то она ярко-красная. Вот эта вот пластик. Да. И закрыли вот вид на речку и так посреди. Когда-то тут стояли старенькие такие зонтики. Они были желтенького цвета, как солнышко. Это было так красиво, гармонично. Ну конечно. Индивидуальные раздевалки это общее. Мы уже с острова вернулись. Уже идем домой. Вечер. Такое же солнце закатилось. Красота. Вот вы видите такие живописные у нас закаты. Красиво лучше. Днепр. Вечерний. Красивый. Это мост на остров монастырь. Да. Мы уже идем обратно. Попасть на него можно через мост. Да. Такой. И только пешком. Мы уже на набережной нашей родной. Подходим домой. Здесь всегда собираются байкеры. У меня даже где-то есть фотографии на фейсбуке. Да. На мотоцикле таком. Дорогие байки. Хаммер. Не, не все. Красиво. Да. И вот такое Днепро. Все тут фотографируется, кто приезжает из ближайших сел. Да. Учитывая, что в каждом городе вот такое вот точно стоит. Сердечко. Дорогие. Через 7 минут отправляемся. Снимем домой. Спасибо. Мы вас подведем. Куда вам надо, мы вас подведем. Вы что нас снимаете? Да. Поснимайте нас. Да. Представьтесь. А мы вам прогулку на катере сделаем. На катере? Да нет. Сегодня уже не по ним. Не поплывем. Домой. Домой ждут. Так мы вас домой подвезем.